Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Тимофей Обухов и Светлана Ладина. В преддверии праздника Крещения Господня, который вот-вот наступит, решили поговорить, ну, конечно же, о самом празднике и о традициях с ним связанных. Скажите, пожалуйста, как вы планируете провести эти святые дни? Пойдете ли на богослужение, чтобы исповедаться и причаститься? Зайдете в храм, чтобы поставить свечку и набрать крещенской воды? Будете окунаться в прорубь? Интересно послушать и тех, кто имеет такой опыт, и тех, кто в этом году собирается сделать это впервые, и, кстати говоря, тех, кто не делает это по каким-то соображениям. Мы ждем ваше «Честное мнение» в «Контакте», на «Фейсбуке» и по телефону 379-65-70, код города 343. Мы говорили перед эфиром, и я поняла, что мой коллега – человек, который уже много раз окунался в прорубь. Давай поделись, пожалуйста, опытом. Потому что я этого не делала и не собираюсь. Много раз, на самом деле, особенно в последний свой период жизни, уже не пропускаю, седьмое Рождество будет, дай Бог, крещение. Обязательно окунусь, окунаясь в разных местах в Екатеринбурге, конечно же, удивительно. Первое время, конечно, старался, как, наверное, и все, купаться ночью в само крещение. Затем как-то от этого стал отходить на следующий день, через день. Тем более, что в рабочие дни, допустим, на неделе более свободной Иордании, можно спокойно прийти, подготовиться, окунуться. Холодно, очень холодно. Скажи, первый раз страшно было? Страшно, я могу сказать, что страшно каждый раз. Каждый раз страшно? Да, я искренне говорю, что страшно каждый раз. И думаешь, зачем это нужно? Бывает, что последнее особенно. Думаешь, ну ладно, уже брат искупался, отец искупался. Ну что же я стоять буду? Ладно, я пойду. Хорошо, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, ваше имя, отчество, откуда вы звоните? Здравствуйте, я Елена из Нижневартовска. Елена, слушаем вас. Ну, я, например, никогда не окуналась в прорубь, именно в крещение. Хотя, вы знаете, в молодости у нас была импровизированная такая группа здоровья, и мы занимались моржеванием. Но вот без пробежки, без подготовки, мне всегда очень страшно в мороз вот окунуться в прорубь. И чисто, ну я боюсь я заболеть, скажем так. А планирую праздники провести так, что, да, пойду в храм, очень люблю атмосферу праздника, и пойду на крестный ход обязательно. Мне очень понравилось ходить на крестный ход. Елена, спасибо вам большое. Вот, Елена, очень важную вещь сказала, пойду в храм. Зачем люди идут в храм в эти дни? Ну, люди, воцерковлённые прихожане, идут за тем, чтобы, как я уже сказала, исповедаться и причаститься, и повторю это ещё не раз. Потому что, дорогие друзья, всё-таки, если вы исповедались и причастили святых христовых тайн, в праздник крещения Господня, но при этом не окунались в прорубь, и даже, может быть, не смогли набрать крещенской воды, вы встретили праздник так, как надо. Это не мои измышления, батюшки не устают, по-моему, это говорить, но вот в этом общем ажиотаже вокруг проруби и литров крещенской воды, десятков, сотен тысяч, вот как-то это всё меркнет и теряется. И очень жаль, потому что это самое главное. Вот, но ни в коем случае, конечно, не будем ни порицать, не как-то осуждать тех, кто окунается, потому что ведь люди совершают, мне кажется, подвиг, это же надо как себя переломить. Я не могу этого сделать. Вот Елена, кстати, сказала, что боится заболеть, а я могу на своём собственном опыте поделиться с телезрителями тем, что даже будучи больным, с температурой, каким-нибудь ринитом или уже с диагнозом гайморита, ничего страшного, идёшь в прорубь, окунаешься. Сейчас медики тебя слышат. И, знаете, вот как видите, пока жив-здоров, хуже не становилось. Хорошо. У нас есть вот такие отзывы ВКонтакте. Ксения Кабанова пишет. Самое классное после самого праздничного богослужения – это раздача святой воды. Утром, после ночной встаёшь, спать хочется, глаза не открываются, ноги гудят, в голове проигрывается тропарь богоявления, но ты идёшь в храм, а там во всё уже разливают. Подсвечники, теперь они в твоей власти, чисти сколько захочешь. Устал чистить и появился другой жаждущий? Беги разливать воду, борись с суевериями, отвечай на вопросы, а это крещенская вода или богоявленская? Вот, кстати, об этом поговорим. Или, а со вчерашнего дня освящение не выдохлось? И так далее. Это твой незабываемый день. Проведи его в храме, а не в проруби. Ксения, спасибо огромное. Ну что, телефонный звонок принимаем. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте, Евгений Белград. До нас дозвонился Евгений Александрович. Слушай. В Евангелии на эту тему Иван Креститель как сказал? Это я крещу вас водой, а за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так что окунание в прорубь, это еще не главное в крещении. Там совсем другое. Спасибо. Ну да, кстати, вокруг этого погружения есть масса суеверий, например, о том, что это смывает грехи. Все-таки в Таинстве Исповеди мы избавляемся от грехов, а никак не в крещенской проруби, наверное. Ну зато я могу тебе сказать, что около проруби я вижу зачастую огромное количество молодых людей, которых в храме бывает и не встретишь. То есть это такой миссионерский шаг? Да. Почему нет? Количество молодых людей и возраст самый разный от студентов, школьников, старших классов, заканчивая 30-летними. Как раз вот тот возраст, который зачастую отсутствует в храме. Ну замечательно. Звонок? Да. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Ваше имя, отчество? Откуда вы звоните? Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Да, это, по-моему, Андрей из Никольского-Уссурийского. Андрей, мы вас слушаем. Да, совершенно верно. Я вот собираюсь пораньше поехать. Я в одном из Приморских монастырей кормляюсь на праздничную службу, ну чтобы исповедоваться. Если батюшка благословит, то и причастится. А в прорубь, ну я не знаю, я как-то не планировал. Андрей, поняли. Спасибо, помоги вам Господь исполнить задуманное, действительно. Еще о суевериях вокруг Крещенской воды тоже это все вот просто витает. То, о чем Ксения нам написала, да, считается в народе, что 18 января освященная вода, она, по-моему, богоевленская, а вот на следующий день крещенская или как-то наоборот. Но на самом деле, опять-таки, бедные батюшки уже замучились, по-моему, объяснять, что и та, и другая вода освящается одним, единым, великим чином. И поэтому свойства и то, и другое абсолютно одинаковы. И, как любая святая вода, при использовании она требует веры и молитвы. Ну что же, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь. Здравствуйте. Это Ульяновская область, раба Божья Раиса. Здравствуйте. Вот хочу тоже сказать насчет купания на Крещение. Мои дети, ну, ходили, купались на Крещение, значит, но они как бы обливались просто водой. И, поскольку не было у нас Иордании, проруби не было, обливались. И дочка у меня облилась, значит, и стоит. Говорю, Катюш, ну ты хоть обуйся. Она говорит, мама, я разве разутой встаю. Вот настолько появляется такая вот теплота. Появляется теплота. Но я сама трусиха не знам какая. И хочу сказать, что вот ездили мы в Девеево, значит, в конце сентября было холодно все это. Я думаю, ну я только ножки вот пополощу и все, больше не буду. Я же боюсь трусиха не знам какая. И прошу, батюшка Серафим, подогрей водичку. Батюшка Серафим, подогрей водичку. Ну, у меня внучка, значит, погрузилась. Я говорю, ну что, дочка, хорошо. Да, баба, хорошо. Ну, полезу я. Полезла. Так вот, вода была теплой. А мне так стыдно было. Ну, вот прошу батюшка Серафима, чтобы он водичку подогрел. А потом читаю у Нектаря Оптинского. Так он тоже, когда первый раз погружался в Серафимский источник, просил батюшку Серафима подогреть водичку. Вот все-таки дает столько заряду, столько вот. Ну, вот никак не могу погрузиться в Крещенский. Иордань. Спасибо, спасибо, поняли вас. Спасибо вам за прекрасную историю. Вот, кстати, тебе, пожалуйста, свидетельство о помощи преподобного Серафима Саровского. Недавно, во время викторины, о преподобном Серафиме как раз мы просили рассказывать о чудесах, которые происходят по обращению к нему. Вот, пожалуйста, чем не чудо. Кстати, вот сообщение есть, интересное. Купание в проруби не имеет ничего общего с православием. Это всего лишь традиция. Сам никогда не купался и не собираюсь. Ну, если бы, мне кажется, вот нет, вот я тоже человек, который не купался и не собираюсь, потому что знаю состояние своего здоровья и предполагаю, что будет после этого или даже во время этого. Но если бы это не имело отношения к православию, я думаю, что ни архиереи, ни священнослужители бы в этом не принимали никакого участия. Вот, например, Хэллоуин, но его не облагородишь. И нельзя встретить там ни батюшку, ни тем более кого-то из владык. А вот что касается крещения, даже если этот обычай имеет языческие корни, что может быть, то вот так вот смело заявлять. То есть это, получается, все батюшки, которые вот сейчас бегали, да, устраивали эти купели, заботились об этом, потом будут их освещать. Они все не православные? Ну, друзья, наверное, какие-то не очень здравые заявления. Но, тем не менее. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Григорий Мельконян, я бывший гражданин Армении, сейчас живу в Свердловском области, город Краснотуринск. Слушаем вас. Ага, значит, то, что вы говорили насчет купания, да, 19-го числа, это очень хорошо и приятно. Я целый год вообще не болею, я седьмой год уже, это, иду, обязательно купаюсь, да. Вообще, и дополнительная энергия получается. Главное, что в церковь еще ходить, надо свечи поставить и верить в Бога. Нашу веру нельзя терять, обязательно. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, вот очень же важное свидетельство. Григорий Свердловской области очень хорошо сказал. Да, выплюни это слово, нельзя говорить Свердловской области, она у нас Екатеринбургская. Да. Да, но на самом деле очень действительно ценное замечание, что окунаться-то надо с верой не для того, чтобы это снять на телефон и выложить на Ютубе, не для того, чтобы потом целый год махать этим как флагом, ну или в ближайшие несколько дней говорить, а вы окунались, а я окунался, да, или считать, что с тебя смыли все грехи, а вот так с верой и молитвой действительно. Ну вот, Ирина Евстифьевна... А, звонок. Владивосток. О! Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Уже, да? Да. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я однажды была в храме у нас в Владивостоке на крещение вечером, 12 часов, просто пришла с приятельницей своей, именно ее привела. И вы знаете, у меня такой осадок нехороший остался. У нас не прорубь на территории храма, а доливает огромную такую емкость, наполняет водой. И вот, вы знаете, женщины в купальниках, молодые, сулилюкая, ну, впечатление безобразное осталось. Мужчины, половина без крестов, подвыпившие. И это все, такой вид принимала, о благочестии речи вообще не идет. О том, что это праздник 2 на 10, что нужно было бы сначала в храме постоять. Нет, об этом речи вообще не идет. Ну, я, знаете, я постояла, и мне, ну, так было нехорошо на душе. И я просто ушла домой с таким нехорошим остатком, впечатлением. Вот так вот. Так что, мне кажется, женщины должны приходить в специальных рубашках, они продаются в храмах. И все это должно носить вид... Хорошее замечание, кстати. Да, спасибо вам большое, спасибо за ваше честное мнение. Кстати, по этому поводу отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, не так давно на портале Е1 давал интервью, и он как раз говорил о форме одежды. И, да, что хороша была бы рубашка, но под рубашкой тоже обязательно должно быть что-то надето, потому что, когда вылезаешь, там, в общем, сами понимаете, какие нюансы начинаются. Вот. Еще, кстати говоря, по поводу нехороших впечатлений в храме. Вот бывает, что какие-то там пожертвования начинаются, которые люди не готовы давать. Но это вопрос, знаете, двоякий. Мы, с одной стороны, ждем, что церковь нам все должна и ничего не хотим взамен. Не просто взамен, а ничего не хотим дать от себя. А с другой стороны, действительно, бывают какие-то возмутительные случаи, но есть вот такой замечательный совершенно у нас в Екатеринбурге храм святителя Николая на Синих Камнях. Вот там крещенскую воду выдают за плату. И я могу это только приветствовать, потому что плата является знанием первой заповеди. Ну, люди с этим работают как катехизаторы, как просветители. То есть человек приходит за крещенской водой, понятное дело, что очередь, а у него спрашивают первую заповедь, а он ее не знает. А тогда ему дают памятку и просят прочитать, а после этого бутылочку святой воды. Очень многие пытаются откупиться деньгами. Говорят, не, ребята, давайте не морочите голову. Вот деньги, давайте воду. Понимаешь? Ну, нет, не проходит. Я уже об этом рассказывала в программе «Четверть часа», но еще раз хочу повторить, потому что, ну, может быть, хоть так мы начнем относиться и к празднику Крещения Господня, и к крещенской воде, и к окунаниям в прорубь, так, как это угодно Богу и полезно нам. Ну, что, прощаться? Последний комментарий перед тем, как попрощаться. Елена Мелехина написала, что впервые окунулась на крещение в ночь с 18 на 19 января, два года назад, в 2012 году. Купалась молитвой о даровании мужа и детей. И в том же году встретила своего мужа и забеременела. Все на славу Богу. Слава Богу. Замечательное, мне кажется, окончание. Или телефонный звонок успеем принять? Нет. Режиссер строго сказала нет. Ну, что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с вами, с наступающим вас праздником. Желаем вам и себе достойно его провести. С вами были Тимофей Обухов. И Светлана Ладина. И программа «Честное мнение». Дай Бог, увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин